Еще в самом начале осмотра цехов директор завода Владимир Рудаков заявил Артему Сдунову об амбициозности планов. В производстве светильников используются импортные комплектующие и это преимущество. Мы считаем, что мы в состоянии выпускать продукцию, которая ничем не хуже российских аналогов, качественных, а по цене, естественно, и так. Артему Сдунову также продемонстрировали, насколько предприятие готово реагировать на изменения рынков сбыта и, как модно говорить, чем завод может ответить на вызовы времени. Это циркулятор, а здесь щелевые базы сделаны для того, чтобы прямым попаданием отсекать и убивать вирусы на ручках, на поверхностях, которые для оборонки очень много. Но это такой игрушечный вариант для лифтов, для чего-то еще. В Рио главы Мордовии показали светильники, которые установлены на улицах Рузаевки, Кадошкина, Инцара, Саранска и Ковылкина. Приборы могут работать при экстремально низких температурах и хорошо защищены от высоковольтных импульсов. В ответ Артем Сдунов поинтересовался кадровой политикой завода. Мы 20 человек отправляем учиться в университет на заводчик. У нас по-другому нет вариантов. Как-то договорами закреплять? Конечно, конечно. Это все официально, все как должно быть. Мы заинтересованы в том, чтобы приходили молодые ребята. После армии служив, он пришел. Сколько у вас примерно зарплаты? Ну, примерно... Ну, 27. 27. Я считаю, что это может быть не очень большая. Но для рынка, который мы сегментируем, это нормально. Он учится еще? Еще учится и будет припеки инженера. Социальная составляющая в ходе осмотра завода превалировала над экономической. В Рио главы республики расспрашивал о планах молодых сотрудников, узнавал, как местные власти повышают привлекательность райцентра для проживания. Одно дело, вот зарплату обеспечить там. По росту зарплаты, это понятно, целая система мероприятия. От рынка зависит. Не будем сейчас выбирать. А вот по социалке... Завершился визит в Хадошинский район посещением тепличного комплекса по выращиванию роз. За последние 15 лет его общая площадь увеличилась в 6 раз, до 18 гектаров. Каждый день здесь срезают более 100 тысяч цветов. Выявление своевременное насекомых, вредителей, болезней и борьба с ними. В основном биологическим методом здесь мы используем защиту растений. Это значит, мы выселяем здесь энтомофагов, то есть насекомые, которые борются с другими вредными насекомыми. Евгений Волков, Николай Лушкин. Наши новости. Кадошкино. Кадошкино.